Всем доброго дня, дорогие друзья! Наконец-таки, наконец-таки мы вернулись после максимально долгого перерыва. Да, пожалуй. Да, очень долгий перерыв у нас был. Это FIFA прогноз, новый сезон, новая FIFA. Объясню, почему нас долго не было. Учились играть, как бы в стане ракообразной FIFA 22 прибыло. Но, надеемся, в этом станем мы недолго. Это Игорь Белоногов. Это Роман Полинсков. Для вас сейчас будем играть. А что мы будем играть? А что мы будем играть? Играть мы будем чемпионат Италии. Одиннадцатый тур. Центральный матч, наверное. Уикенды в Италии. Рома против Милана. Рома под управлением Жозе Мауринио. Да. И Милан, который еще в своем чемпионате ни разу не допустил выражение. Давай коэффициентом. Перейдем к чему у нас там пишут. Что интересного. Коэффициенты отдают предпочтение Роме. Кстати говоря, хотя Милан на втором месте по очкам даже. На первом можно сказать 2.3. 1x Winline и Fonbet. Тут они сошлись все. А вот на Милан 1x дает 3, Fonbet тоже 3, а Winline вот 2.9. То есть более-таки равненький коэффициент. Ничья 3,5. Ничья 3,5. Вот 3,8 на 1x. Так что коэффициенты, как по мне, очень наши. Такие. Сочные. Сочные, интересные. Ну и матч должен быть таким же сочным и интересным. Поехали. 11 тур итальянской серии А. Рома против Милана. Итак, начинаем. Начнем, наверное, за здравие. Ну и не закончим за упокой. Напомню то, что в прошлом сезоне у нас ну очень много матчей были такие, которые прям зашли. я смотрю тебе деньги уже заслали, да? Безусловно. О, Шамуродова запускаем. Ух. Ну. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нормально, нормально, нормально. Эй. Эй. Эйдор. 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 Нет, 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 нет. Да ты серьезно. Все-таки Эйдор. Все-таки Узбекистан разрывает сейчас по полной. Эйдор Шамуродов. Легенда Уфы или ЦСКА? Ростова. А. Прикольно, да. Я слежу за российским футболом. Так, я думаю, можно его Баронгус. А сейчас проверим, кстати, тактики из 20-ой ФИФы. С 21-ой. Ой, да, из 21-ой. Ну, началось это все с 20-ой. Да, насколько сильно я начну атаковать, перейдя на... Сверхозащиту. Абсолютно так. Ой, Шамуродов, как же ты это делаешь, а? Ути. Так, Криса Смолинга не накрутим. Не, накрутим. Ну, я не знаю, что дальше делать. Ой. Уху-ху-ху-ху-ху. Вот это хорошо было. Да. Валежировок. Валежировок влетел. Не зря ты порадовался, когда увидел его в составе. Так что... Могель. Ах, да что ж ты будешь делать? Хороший вратарь. Я смог! Хе-хе-хе-хе. Неплохо. Эмоции ФИФа прорисовали. Так, что-то это начинается. Мне не нравится 22-ая ФИФа, я поставил сверхзащитный, и они реально защищаются. Так что... Так, пожалуй... Ударь! Пожалуйста, ударь! Пацаны, вы носите! Пацаны, ну что вы делаете? Я почти кнопку раздавил, он один раз ударил только. Спустя полгода. Ой, вот вижу, вижу, вижу. Опа! Ух, что вратарь делает, а? Можно в ультиматке тоже так же, пожалуйста, играть? Вот и маньяк твой. Да, чё, давай смотреть статистику. Первый тайм подошёл к концу, и тут статистика, кстати, поинтереснее. Ожидаемые голы. Вот теперь на это можно обращать внимание. У тебя 2,9, у меня 2,1. По владению 59 на 41. Отбираем много, кстати. Прям, ну такой хороший, равный матч. Владение в целом так, равное практически. Ну что, пока, в общем-то, счёт полностью олицетворяет, так что... Поехали дальше. Поехали. Второй тайм. Шумуродов, легенда ушла. Узбекского футбола. Один мячик заколотил, и, пожалуй, на сегодня хватит. Нормально. А чё происходит? Так, а чё-то не нравится мне как-то. Кристофер Нолан подъехал, по-моему. Замедления какие-то начали. А можно гол слоумо? О! А можно Шумуродова обратно вернуть? Это удар сейчас был только что. Прикольный. Жиро! Жиро! Хорош! Организуйте. Сюда, например. Э! Нормально. Чё-то... Для джики составит поеду? Да. Удар! Что ж такое? Нет. Ага. О, всё. Я думал, он не пустой, но щас отреет. Ух. Кстельеху. Легко. Ху-легко правильно. И так, и так, наверное, я сейчас не без понятия. Как таких испанцев называть, да? Да. Да ты серьёзно. Спартаковские стеночки и забегания. Благо, счёт не Спартаковский. Только 2-1, а не 7-1. Фух. Ну ладно, поехали. Так. А вот сейчас, пожалуй, можно и отработать игру в обороне. Зачем? 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 Смолинг. Догоняй теперь его. Отлично. Неплохо. Ну, интересно, да? Было бы ещё лучше, если бы, конечно, я залетел в ворота. Ну ты пойдёшь вперёд или нет, а? Давай. Зачем? Прикольно. Ну да. Вперед! Дальше! Ну ты попросил, я и не встал. Спасибо. В принципе, пока спина Зова нам дает это сделать. с пенозолом молодец ты не вот вообще молодец у воздуха 10 вечера зачем то там ты издеваешься что ли удар поворотом он будет защитным реально естественно так пацаны а мы как бы это самое проигрываем 21 надо бы наверное пойти вперед а в лед а вот ты хороший молодец иди на замену план потом сверх защите нельзя поставить а то что-то волнуйся а ты не волнуйся сделаем угловой пробьем мне ничего не давай выносим пацаны и на о-ху нормально играем можно вар живем живем и успел так шашка шиба за пенальти поставленный отскок чешную тут организовали повторчик можно глянуть я уж тоже расстроился такой думаю ну ничейка так ничейка победителями бывает бывает ну что ж 2-1 нашем матче рома дома одержит победу насколько реален ли это из ну если верить букмекером то да вполне себе вот матч равный был естественно как и положено лидером и получается что букмекеры право окажутся а вы если поставите на это свои денежки то сможете очень так нехимо заработать да ну и как бы сейчас букмекеры начали делать предупреждение думаю стоит тоже надо сделать это не способ заработка это только игра 2-1 в этой встрече на что ставить на что не ставить это решать уже вам а это был игорь белоногов и роман поленсков увидимся совсем скоро поздравляем с началом нового сезона пока